так на выгрузили меня нахожусь где-то на промзоне на получается на востоке омска вот собственно добрался до тюмени но как говорится добрый день кировской области пермякам привет пока кировской области привет нахожусь в шаре всем привет новый день омск за моим окном нашел загрузку еду грузиться грузимся мы с вами на кемры тверской области это рядом с дубной босковской области отдохнул ставлю в номере так пацаны я в номере такой номерочек называется придорожный отель находится при везде в омск полторы тысячи рублей там душ и туалет за полторы тысячи его снял вообще хорошо и себе в машине отдыхал я бы конечно не отдохнул город трудовой доблести сейчас задача на другой сторону города доехать там по пускам а дальше расскажу что куда почему так что всем приятного просмотра кто подписался спасибо кто комментирует отдельно всем привет и это еще раз и погнали спасибо обратно домой но это мостик уже мы видели в прошлом видосики здесь вот что там лесу обозрение видно стекло грязное видно мостик такой тут я так понимаю два моста здесь и справа еще а ну вон вижу слева еще ну короче хватает так ну а тут я только что администрацию города Омска проехал по левую руку было двигаюсь что-то мелкие таблички глаз не разглядывает что за улица потихоньку двигаюсь ну и потихоньку чуть-чуть покажу так на выгрузили меня нахожусь где-то на промзоне на получается на востоке Омска на правой стороне все выезжаем попозже покажу что загрузил железяки эти для гусениц короче поперечины как их там назвать правильно не в курсе ой тупо не знаю поэтому сегодня вторник на дворе 5 марта доставить нужно к 11 марта время достаточно спокойным ходом пойдем через Перм Киев тут и Киев Киров блин через Киров Ярославль Кострома и туда потому что вес 4100 через Уральский город с таким весом ну как бы нет нет желания слишком там высокие эти длинные затяжные подъемы так что выезжаем погнали кстати китайские мерседесы поехали сборки китайские а я уже на объездной так заправился целый бачок по завтракам республика Казахстан по левую сторону ветер такой вообще караул дует сюда ехал он дул в бочину иногда в хвост а теперь походу дует в бочину и вперед ну в зависимости от направления дороги ну да 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 все верно вот прямо в Тюмень и будет съезд на Петропавловск сейчас ну это в эту сторону Казахстан я так понимаю там недалеко до туда отсюда до туда точно сколько не знаю но чувствую нутром недалеко так 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 мостик мы этот помним тдш тдш тут делается когда едешь по своей полосе в общем двигаемся что не знаю погода пасмурная позже где-нибудь когда паркану сниму что загрузил двигаем обратно конечно я уже столько снимать не буду в принципе черное тоже но ехал туда фура валялась только авария бы зашла когда ехал зацепил другую фуру бочину короче все а я думал это тент это видишь реп был мэр стоял просто туда ехал в темноте и не среагировал снять это получается было воскресенье вечером уже где-то я подъезжал по местному 10 вечера было так что будьте аккуратны не торопитесь там да как раз метель была и вот кто-то что-то как-то а вот и тюкалинск основан 1759 насколько я увидел здесь помню в том году встретил навстречу попался блогера Андрюха 53 новгородский блогер а он праворульный приборка у него по центру привет привет где-то что-то где-то проехал наверно заметил на меня да только что на одиночке на полном пошел понял понял давай удачки тебе дружище давай почти земляки с этого с питером а так считаешь земляки что там 200 километров а да давай все хорошо давай давай тебе тоже удачечки так что а я чё чё двигаюсь ветер конечно а так в целом хорошая дорожка почти сухо хотел намыть машину но хорошо что это не сделал потому что все равно местами мокрый асфальт тает хотя сейчас минус но видимо все равно посыпаю чак и поэтому снова был бы грязный зря потратил хотя как бы смывать надо всю эту соль я лучше вернусь в Москву и намою как следует так что двигаем тюкалинску привет а мечам всего доброго когда буду в следующий раз хрен его работает работает ладно поехали ну все в Томск область покидаю в Тюменскую въезжаю один час назад возвращаем на час меньше на час на Газпром заехал помыл машину ну как фары помыл зеркала сейчас я чайочек буду беляшек куплен поворот на Ишим ну там чуть подальше так что двигаю вперед сегодня задача за Тюмень уйти время кстати без двадцати три а это московского шестнадцать сорок так что еще световой день два часа будет так что я уже пацаны на стоянку в стол вечер вот короче такие хреновины ну в общем это на гусенице какого-то трактора шесть по метру четыре сто по весу так что берем ключик и ставим замочек на всякий так пожар кстати вот отворотка на на шадринск 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 да мне тут писал комментарий павел он был в Самаре кстати видишь российский триколор спросил откуда говорит шадринска курганской области тебе павел огромнейший привет спасибо что что заглядываешь на огонек лёхи вот у меня какое-то марта то четвертое пятое шестое шестое марта 7 утра местного приближаюсь к Тюмени ночью поспал у меня короче автономка отхлебнула мокрая причем слава богу она отработала я стал двигаться и что-то там бальтаж понизился короче есть подозрение на проводку у меня в том году уже перетиралась там ну тогда перетиралась соответственно я там сделал соединение ну и соответственно возможно в этом соединении как и с рефом образовалась зеленочка потому что да показала ошибку 5 вольт должно быть как на порту автомобиля 24 или при заведенном 27 28 сейчас доеду на улице минус минус сейчас доеду доеду до середины дня температура понизится ой повысится и полезу смотреть потому что без мокроавтономки вообще вообще не вариант я завожу или только смотрю автономку а то потом может начаться что угодно сальники фигальники и все остальное но нам это не надо поэтому полезу смотреть надеюсь это дело именно в том в общем продолжаем путь тюмень впереди ну вот собственно добрался до тюмени снова новые микрорайоны по левую руку теперь время местного 8.15 за окном о нифига так потеплело а на это у меня печь включена в общем 15 градусов за окном минус ну может 14 короче хала днем должно быть минус 6 ночью должно быть двадцатка может там в закате поэтому надо будет тормознуть автономку обледеть сделать так что двигаем Сверзловская область нас кричает сейчас задача поесть дойду до Екатеринбурга надо будет лезть в электрику смотреть что у меня с автономочкой так что двигаем погода замечательный мороз пятнашка так что в середине дня должен до 6 упасть до 7 но уже там в Екатеринбурге до Кате в районе 300 нахожусь в таком заведении узбекский вообще красота завтрак завтрак каша яичница лепешка 345 рублей считаю и молодежь и с в и и м и и а высота как говорится добрый день ладно ничего такого страшного автономка мокрая уже здесь все перебрал собрал обратно не снимал скорее всего в этом дело зеленого корешка женек тебе привет с питера было такое же помнишь ошибка ты там говорил разные у тебя были прыгали этот нету с пультом связи вот такая же прикинь у меня ситуация утром все завелось нормально а к вечеру вы к вечеру а поехал что-то раз ошибку выдал и все и не находит все пережил там преды смотрел у меня там все герметично короче везде облазил вот последние моменты остались где могло быть зеленочка потому что но все сам делаю соответственно полез вроде зеленка сейчас проверю еще минусы одно собираю посмотрю работает нет а то впереди морозы вон какой нарядный впереди морозы сейчас минус 7 минус 6 как нормальная базе а ночью 18 парень подъехал на бочке говорит помочь мне кстати да в нашей стране хер кто подойдет туда-сюда я говорю до мороза вот автономка занимаюсь какие-то морозы но не дурак ну типа тем тем как бы момент так что эти уральские перед екатеринбургом уральские короче пацаны и такие не то что мы московские питерские теплотой любим это с теплотой короче все делать ладно собираюсь покажу короче да вот он скотина сейчас соединяю думал будет все тип топ короче загораем ну а то говорю что будет легко мелочи это ерунда главное чтоб не по-крупному прошло минут 15-20 вы сколько инструментов алексей это есть и щеточка и кар щеточка антифриз в мост масло двигатель масла все серьезно дальнобой дальнобой по-питерски это вам не калачи пить печь дома тут и по электрике у меня все но не все заканчивается надо докупать всякой то бы в короче на дискотеку и здесь тоже все полно плюс еще два ящика сзади и третье с той стороны у нас в третьем как это там такое донкрат дополнительные ремни гена а вот здесь инструмент так что лёху лёху не напугать ну ломаться не люблю нервничать начинается такое ну кстати вот минус 7 а не сильно холодно или то что двигаюсь так что все закоптил от обычно все заработало а то ночью с 18 как спать я только с автономка завожусь меньше нуля я не завожу и берегу двигатель так что все собираюсь и выезжаю дальше короче пацаны рано радовался сука блять здесь варину то оригинальный разъем там зеленка короче сейчас все это делаю ужасах уже собрался такой блять убедитель лёха я а мне автономка вот короче нихрена я не сделал там что-то там зеленка там зеленка в общем не видит пульт это бедовая екатеринбург за окном кто смотрит скате всем привет алексеев стагила алексею тагилова отдельный привет вот так что мудухался полтора часа там вроде сделал запустилась стал собираться раз опять вольтаж пропал короче давай дальше косу дербанить там нашел зеленку дальше дербанить там короче там раздербанился где видел что соединение должны быть блять вроде сделал один хер 6 вольт показывает приходит и все то есть туда 24 ну как полагается 26 24 там сколько машин дают блять а на пульт 6 вольт приходит или вообще его не видит короче и вот непонятно или это мозган хана пришла хотя зеленки же везде были или где-то я просто не знаю где соединение это надо спокойно с чувством толком застановка и все это дело а в суете это все что тоже не хочется до ночи ковыряться с этим всем еще если бы точно знал бы что делал то да а так непонятно в общем короче блять ночью сегодня 18 автономка не работает ну мокрое да двигатель походу придется на двигателе спать ой так что короче вот такой минус у меня наверное уже дойду до дома до кимров там я раньше приеду может там покопаюсь если ничего не надо надо да прозвониться блин у меня эти толстые надо найти тоненькие штучки чтобы провод проткнуть плохо это ну а чё делать я просто не понимаю где 6 вольт начинает давать от мозгов или до мозгов хер его знает так же такие дела ладно я сейчас на объездной и пошел в сторону перми сегодня надо дойти до перми а раз такое дело несколько часов посплю и дальше пойду сильно не буду застревать потому что днем может буду спать днем не спеть там дальше запихну может как раз днем посплю хотя плохо ночью ехать дорогу не знаешь так у меня уже новый день какой там марта 7 марта счастливого пути нам желает пермский край заезжаю в кировскую область время пермского 9 утра московского 7 утра как и кировского сейчас перелеснет все у меня с 7 утра встанет два часа как говорится жизнь верните в полке короче автономку я ж не сделал не победил вот там машинка горит нету связи с этим с блоком управления короче буду проводку перетряхивать говорил не говорил не помню а осталось 1240 до химров вот планирую завтра вечером дайте там как пойдет сегодня блин ночью минус двадцать было ее мое автономка с ней работает вот кировская область а перед этим была река самозванка и деревня одноименная вот соответственно завтра вечером да у меня в понедельник выгрузка ну приеду иначе буду на месте проводку трясти эту автономки если ничего не найду тогда буду блок управления покупать по моему я вот знакомого уже посмотрел когда у него была проблема наподобие такой пять тысяч это стоит вот ну мне предупреждали давным-давно что нельзя заводить на работающих ну я уже сколько три года завожу просто удобно она работает ты завелся сразу печка включила у тебя там двигатель 40 градусов а здесь уже горячий воздух идет все пока отряхиваешь от снега что-нибудь у тебя уже кабина теплая ну в принципе если как бы это на три года хватает при таком раскладе и ладно так просто точно ну да у меня там зеленки было конечно там сям может еще где-то надо да разбирать косу и смотреть все по феншую делать именно по феншую чтобы ближайшее время снова зеленка не появилась так что вот такие дела вермский край отличная дорога ну там местами бывает что-нибудь там ямка еще волнушка там ремонт но в целом отлично кировская вот говорят от Афанасьева до Омутинского там метров 60 местами херовая дорога ну я так понимаю очень херовая ну ладно посмотрим после 200 Удмурти это вообще не проблема от Кирова до Ярика должна быть хорошая ну и Аршари ездил да была отличная дорога от Ашари до Кирова не ездил ну я так понимаю там тоже так что двигаем назад температура да понизилась повысилась 8 градусов минус вот в Кирове должно быть минус 5 что-то такое минус 3 толком да не спал из-за мороза что-то встал автономка ж не работает ну это мокрое глушить не глушил потому что вдруг не заведусь ну и двигатель напрягается короче и поставил будильник через два часа с половиной первой просыпаюсь а у меня температура лежит на 40 градусов наверное 30 я не знаю короче думаю елки палки так нельзя стоять в общем по передаче и поехал потом еще проехал еще чуть поспал ну короче вообще конечно подвела меня автономка ну благо уже на обратном пути вот так что двигаем домой так ребятки у меня во первых смотрю там подписчиков прибавилось человек 17 вообще спасибо не ожидал нахожусь Омутинском как то так Омутинском вот тут Ленин сидит даешь подписку на Алексея или нет даешь подписку на Алексея или нет даешь подписку на Алексея там другим голосом чуть-чуть там мойка тут гостиница такой придорожный комплекс это у нас Омутинское записывал записывал камера села в Базилин короче докладываю Пермский край дорога Нормуль а слева Кировская область от Афанасьева считай до Омутинского 60 километров где-то ну такая надо днем только ехать там в змейку играешь объехать ямы волнушки отсматриваешь чтоб не подлететь к воробьям ну и груз не улетел вот так что только днем только днем ночью опасно опасно там можно колеса даже на грузовике промолвать или подвеску или амортизатор какой а днем нормально а днем нормально едешь все видишь заранее предпринимаешь маневры как там поговорка война фигня главное маневры конечно сейчас это не сильно актуально и не смешно короче в общем да не знаю сейчас еду в сторону Кировска как там дорога расскажу вам уже наверное вечерочком по приезду хочу сегодня дойти до Шари насколько это реально не знаю в общем до Кирова мне 200 километров что-то такое или до Шари там еще 200 что-то поглядим как сложится обстоятельство как дорога так подъезжаю к Кирову Слободской за окном ну вот минуя проехав Омутинский да Омутинский исполняет блин вот считай такая дорога идет целом ухоженная но местами есть ямки ну вот прям местами то есть ну если днем едешь вообще никаких проблем ночью где-нибудь может бомбанешь они не то что глубокие они неприятные треханет нормальный ну может и глубокие будут сейчас еще у нас март сейчас все поплывет может и больше будет это я говорю за 7 март в дворе так что считай вся вот такая дорога ухоженная единственная да кусок от Афанасиева до Омутинского херовый там там исключительно надо ехать днем потому что если ночью можно на легковое колесо потерять на грузовой всякое может быть тоже и подпрыгнешь и груз уронишь все такое рековятка за окном ну вот сейчас у пацана нахуй добирайтесь своим ходом великий русский могучий язык циркушечка да вот ну не знаю мой запарник в Москве машину принимал с мостами поехал здесь хрен его знает ну получается китай не мало то китай добраться ну вот я сейчас обращу с мостами у нас как всегда проблема связана не только с Кировской областью вообще с моста отрядом проблема ну с моста строим хожусь не помню где вот такое здание прикинь кулинар все дела я думал вначале это церковь тут кстати дорога кончена город вроде такой как бы нормальный а вот с дорогой что-то пробуем так надо впитывать а это поселок Вахруши я думаю вряд ли по другому ударение ставится так что да под разбита дорожка все вырвались из разбитой дороги газпом один Леха пытается скорость набрать а ладно что что так что погнали впереди Кировск Киров белый полк так Киров за окном нам направо Нижний Новгород Котельнич ну короче нам направо на Котельнич а потом на Шарию прямо Кирово-Чапецк Вятский поляна в Кирово-Чапецке был как-то в пятерочке там разгружался дня 4 там стоял так как у меня обратка была взята короче там в начале через два дня договорились обратку потом два дня прошло говорят у нас не собрано подождите а ценник был хороший думаю блин да конечно подождите что мне еще остается делать больше цен не было так повезло на тот момент хорошая была загрузка для обратки как говорит Виталий туда откат была офигенная а обратка была тоже офигенная что у нас тут весовой контроль на черепашки ниндзя ходят все ручки ха ёлки-палки проскочил как там это шапку невидимку одел он все смотрит водителя нет у кого тормозить непонятно короче фартанулы а то да с этими морозами у меня с режимом труда и отдыха полные проблемы как говорится можно нарваться на рублевики штрафные котельнич 106 потом видимо уход в сторону на нижней а вот Кострома 636 ну да вот нам прямо Кострома Ярославль перед этим шаре шарю в том году ездил кто не видел поглядите возил цветы вот до туда я знаю что была дорога отличная а вот отсюда до туда не знаю в общем всем кто вдруг с Кирова поглядел или области Кировской привет в целом раньше я помню слухи ходили про Кировскую область что прям вообще туда лучше не суваться в плане дорог ну кстати да до Котенича я ездил нормальная дорога я с Юж Каралы сюда ходил и это как его зовут а сейчас нет вот проехали с вами Пермь Киров нормальная в целом дорога ну пока пока через месяц как говорится поговорим может все изменится в корне асфальт вот вот такой да особенно низкосортный вот кстати Киров так что погнали время полпятого уже московского всякие там часовые пояса от нас отпали так что работу работаем у меня ребята новый день нахожусь в шарье здесь на объездной вас приветствует королева медведей в такой кафе ел спал как всегда в своем доме два на один один на два грязная в общем сейчас надо поменять лампочку здесь перегорел что-то перегорит у меня габариты не пойму надо разбираться или замыкает неизвестно колпак у меня потерялся но они были уже такие позже что надо это новые купить плюс на улице красота меняю лампочку и выезжаю ребяточки вашему думал первую передачу в общем выезжаю я с этого заведения забыл что я такой погруженный такая вот гостиница такой а вон еще наверху медведь полез за шишками а я не заметил так что выдвигаюсь далее я думаю сегодня на этом закончу смотрю у нас там подписалась от души уже спасибо за подписку тем кто комментирует спасибо за комментарии соответственно сегодня на этом закончим там записалась там нормально думал довести до точки таким ров но длинный получается уже чувствую там накопилось достаточно я думаю столько много мало кому интересно смотреть по часу кстати напишите комментарии интересно смотреть по часу видео или это долго лучше по полчаса 9 вот было бы интересно ваше мнение я выдвигаюсь дальше соответственно шаря за окном осталось 700 километров до выгрузки сегодня доеду за Ярославль там наверно стану опять на стоянке надо перевести себя в порядок в душ сходить все такое сегодня пятница уже было у вас у меня сегодня 8 марта если вдруг женский пол смотрит всех женщин с 8 марта с международным женским днем как говорится цветите и пахните главное не цвести и не пухнуть ну а я продолжаю движение так что спасибо за подписку за просмотр что-то не выспался туплю ну вроде выспался но как бы такое состояние вообще пространство так что до следующей серии заключительной как говорится возвращение Лехи домой так что пока с днем закупает лет до 2 до до лет до Продолжение следует...